Подрэнчник крок по кроку, поём А1, лекция 21, 21 урок. Кеды то было? Когда это было? Новые слова, новые слова. Обходить уродины, обходить именины. Праздновать, отмечать день рождения, праздновать, отмечать именины. Упадал коммунизм, пал коммунизм. Часть А. Кеды масш уродзины и именины. Когда у тебя день рождения и когда у тебя именины. И наэперв послухаемы диалогу. Мами, jesteś зайэта? Не, веидь, прошэ. Мам пытание. Чы хччалабысь поехаць з нами до Гдаѣска на уродзину моего дзядка? Да? Дзядкови, бардо хччели бы ця познать. Єсне. Дзякуј за запросение. Кеды? В тэ соботэ. Єдземы всцы разом самоходем. Добре. Хэнтне. А то уродзины, так? Не именины? Так, уродзины. Осьемдзесятые. Приезжа цаа родзина. Безе дуўа импреза. Цесэся, не былам еще на дуўей польскеј импрезе. А пропо. Ко то докладне са именины? То дзејў твојего именина. Наприклад, я мам на имяе Каролина, więc мам именины 5 липца. Але могла бым теж мећ 9 маја, 18 липца, альбо 18 листопада. Цтере разы в року? Ні! Именины саа только раз в року. Не можна мећ их кијка разы, а не кијка разы дозааћ презенту. Взстки именины саа записаны в польских календарах. Теј саа информациј в радио, кто тего дня ма именины. И саа так само важны, как у родзини? Рожне. Рожне. Залежи от традиций родзинных. Наприклад у нас в дому обходзиме у родзини, але у таты в праце именины. Генералне в фирмах рачей обходзи се именины. Аха! А кијди ја мам именины? Мами. То не јест польске имя, вьес не ма го нистете в календару. Шкода. Океј, ну добре. Претлумачьмы тен тексте. Переведземо текст. Маме, ёсныш заєнта? Маме, ты занята? Не, вэйч проше. Нет, вайди, пажаўста, входи, пажаўста. Мам, пытання. Чы хчаўбыч паўхачў з нами до Гдаўска на уродзины моего дядка? Маме вопрос. Хатела бы ты паўхать с нами в Гдаўск на день рождения моего дедушки? Дядкове бардзо хчели бы че познаў. Дядкове – это бабушке дедушке, бабушка дедушка. Хатели бы, очень хотели бы с тобой познакомиться. Ясны. Дянькуе за запрушение. Кеды. Конечно, спасибо за приглашение. Когда? В таўсуботе. В эту суботу. Едемы в шістцы разы с самоходы. Мы едем все вместе на автомобиле. Добже хэнтне. Хорошо, охотно. А то уродзины так не именины. А это день рождения, да, не именины. Так, уродзины осямдещонте. Да, день рождения восьмидесятый. Пши ежжа цао родзина бэндже дужа импреза. Приезжает вся семья и будет большая вечеринка. Будет большое мероприятие. Чешище не бэлом ешчэ на дужай польске импрезе. Я очень рада, я радуюсь, я рада. Я не была ещё на большом польском мероприятии. На большом польском праздновании. Апропо. Вот это вот слово читается как апропо. Переводится кстати. Апропо. Цо докладне саум именины. Кстати, а что такое именины? То день твоего именя. Напшиклад, я мам на имя Каролина, венс мам именины пьонтего липца. Это день твоего имени. Например, у меня имя Каролина. Поэтому у меня именины пятого липца. Пятого июня. Але могла бым теж мечь девянтего мая, о семнастего липца, альбо о семнастего листопада. Но так же мои именины могли бы быть девятого мая, восемнадцатого июня, или же восемнадцатого ноября. Четыре раза в року? Четыре раза в году? Не, именины саум только раз в року. Не можно иметь их килька разы, а не килька разы доставочь презентов. Нет, именины только раз в году. Нельзя иметь именины несколько раз или несколько раз получать подарки. Шесткие именины саум записаны в польских календарях. Все именины записаны в польских календарях. Теж саум информация в радио, кто тего дня ма именины. Также дается информация по радио, кто в этот день имеет именины, у кого в этот день именины. И саум так само важны, як у родины, и это так же важно, как день рождения. Ружныя, залежи от традиций родинных. По-разному, это зависит от семейных традиций. Например, у нас в дому обходимы у родины, але у таты в праце именины. Например, у нас дома мы празднуем день рождения, но у папы на работе празднуют именины, отмечают именины. Гоноральне в фирмах рачи обходящие именины. Вообще, в фирмах чаще, скорее всего, празднуются именины. Ага, а кеды я, мам, именины? А когда же у меня именины? Мами то не ест польское имя, венс не могу не стеты в календаржу. Мами – это не польское имя, поэтому нет его, к сожалению, в календаре. Шкода, жаль. Окей, идемы далее. Чучание 3. Прошу послухать и написать, кто кеды обходи у родины, а кеды именины. У родины – день рождения, именины – день имени. Ну то послухаймы еще одного текстика. Уже говорила, именины, мам, 5 липца, а уродзины – 29 липца. Так само, как мой брат. Я мам уродзины 8 марта. Слышала, что это в Польше день kobiet. Именин в Англии не обходимы. Мам уродзины 25 липца, но не обходим ни уродзин, ни именин. Время, в Немчиках не ма традиции именин. Уродзины мам, как моя сиостра. 29 липца. А именин 3 липца. Но не любя своего именин. Есть добрый для женщины. Я мам уродзины в квятнию. Докладно 4 квятния. В Японии не ма традиции именин, то не обходзе именин. Але очень хотелось бы. Мам именин 7 липца. И тогда организую импредельную для коллегов с працией. Уродзины мам 1 ст., в Новый год. Але не обходзе какого-то специально. День 8 липца. Уродзины- Уродзирем в Валентинке. 14 луте. There я очень хорошо, потому что это день закоханных. Мам именин 24 мая, а уродзины 29 липца, так что 4 лета. Окей, послухалиśmy текстов, в которых каждый рассказывал о своих родинах или именинах, обходзом или не обходзом. И теперь увидим, когда кто имеет родины или именины. Отлично, мы послушали текст, в котором каждый рассказал про свой день рождения, про свои именины, празднует, не празднует. И сейчас давайте выполним упражнение 3 и посмотрим, у кого когда день рождения, у кого когда именины. Итак, уродины, день рождения, именины, день имени. 1. Каролина. Каролина ма уродзины 29 листопада, т.е. 29 ноября, а именины ма 5 липца, т.е. 5 июля. Уве. Уве ма уродзины 25 червца, т.е. 25 июня. Далее Кароль. Кароль ма уродзины так, як и Каролина, а венц 29 листопада, т.е. 29 ноября. А именины Кароль ма 4 пощерника, т.е. 3 октября. Далее мамі. Мамі ма уродзины 4 квітня или же 4 апреля, и мамі не ма именин, бо имя мамі не ест польскім именем. Далі. Пан Грегуш. Пан Грегуш ма уродзины 1 стычня, чили 1 января, а уродзины ма 7 липца или же 7 июля. Хавьер. Хавьер ма уродзины 14 лютего. У Хавьера день рождения 14 февраля, как раз в праздник Святого Валентина. І пані Йоанна. Пані Йоанна ма уродзины 29 лютего, 29 февраля, а іменіны пані Йоанна ма 24 мая, 24 мая. Швєтні ідємо далі і пшіходімо до нового тімату. Ми переходимо к новій темі. Сейчас ми посмотрим, как называть даты, месяцы, і ответимо на вопросы. Когда день рождения? Іли же ответимо на вопрос, какой сегодня день, какое сегодня число. Видимо пшедсобум табелі. Ми видим перед собою таблицу. Начнем с верхній. Ке демаш уродзины? Когда у тебе день рождения? Итак, когда мы говорим, называем число, дату, например, своего дня рождения, то к цифре, к числу мы добавляем окончание Эго. На пшіход, першего, двудєстего, п'єнтего, єденастего, двудєстего, тршечего, на пшіход. А названня місяця, к названню місяця мы добавляем окончание А. Стычня, марця, липця. І давайте прочтем все названня місяців. Вот вони у нас правее, в фіолетовой рамочке. Стычня, на пшіход, першего, стычня, 1 января. Другєго, лютєго, 2 февраля. І обращаємо внимание, що місяць февраль, місяць лютый, немного по-другому зміняється, він імеє окончание Эго, все місяці А. А февраль выделився лютєго. Чечего, марця, 3 марта, 4 квітня, 4 апреля, 5 мая, 5 мая, 6 червця, 6 іюня, 7 липця, 7 іюля, 8 черпня, 8 августа, 9 вжечня, 9 сентября, 10 пащдзерніка, 10 октября, 11 листопада, 11 ноября, і 12 грудня, 12 декабря, напрямер. Хорош, тепер переходим к вопросу, ктуре десь ест. Какой сегодня день, какое сегодня число? Здесь поляки, я вначале расскажу по-русски, дословно говорят, например, вот сегодня у нас, допустим, 1 марта. И они говорят, что сегодня первый день марта. Они говорят 1 марта, подразумевая, что первый день марта. Вслух говорят первый, день в уме подразумевают, и дальше говорят вслух марта. 1 марта. Який? Ктурый десь ест? 1, 2, 3, 4, 25, и так далее. Чего? Стычня, марта, липца, вжечня, поздзерника, и тыльку люттэго, то в ёнтэк. И давайте сейчас выполним упражнение 4, чтобы потренироваться. Вот у нас есть пример. День детска ест первшего червца. То есть день ребёнка 1 июня. То есть когда, кеды, первшего, первый день, но мы добавляем окончание эго к названию, к числу, первшего, чего, и месяц у нас имеет окончание а, червца. Первшего червца. Окей, далее. Сильвестр ест тридцэстэго первшего грудня. То есть тридцать первого декабря. Якего тридцэстэго первшего, чего? Грудня. Далей. Курс кончаща за тыдень шустэго лютэго. Курс закончится через неделю шестого февраля. Которого шестого, чего лютэго февраля. Мам тэст в пьонтэк двунастэго вжещня. У меня тэст в пятницу двенадцатого сентября. А якего? Кеды двунастэго, чего вжещня. Далей. Мам візиты у лекарза усмего липца. У меня візит к доктору восьмого июля. Уй, усмего липца. Далей. Бэнде в Варшаве от другего до дев'юнтэго марца. Я буду в Варшаве со второго по дев'ятое марта. От другего марца до дев'юнтэго марца. Єстым в Польсце от двудястэго чвартэго листопада. Я в Польсце с двадцать четвёртого ноября. От двудястэго чвартэго чэго листопада. И остатне зданя. Дзень добрый паинству. Дзисть ест пьонтэк, тршинастый серпня. Приветствую вас. Сегодня пятница, тринадцатый августа. Если дословно, тринадцатый день опускаем августа. Тринадцатый августа. Давайте немного потренируемся. Потренируемся говорить, какой сегодня день, какая сегодня дата, какое число, ктурэ дзисть ест. Ну, например, давайте скажем, что сегодня у нас двадцать шестое февраля. Как мы это скажем? Проговорите сейчас вслух. Так, докладнэ, то бэнди. Двудястый шусты лютэго. Мы говорим двадцать шестой день, подразумеваем в уме, февраля. Двудястый шусты лютэго. А как мы скажем, например, что сегодня четвёртое августа? Нам надо дословно сказать четвёртый августа. Проговорите сейчас вслух. Так, чвартый ферпня. Чвартый день ферпня. Чвартый ферпня. Четвёртое августа. Хорошо. Потренируйтесь обязательно говорить даты. И потренируйтесь говорить, когда у вас день рождения. Если вы знаете, когда у вас именины, также потренируйтесь говорить, когда у вас именины. И если будет желание, пишите в комментариях. Ну а сейчас идемы далее. Часть Б. Сто лет и всего наилучшего. Чвечение 1. Мами учатся складывать życzenia по-польску. Прошу послухать диалогу и узупеўнець текст życzeнь для дзятка. Ну а то послухаймы. Анжела, ты масш дзятка Полака, так? Ну так. А что? Бо јдем на уродзины дзятка Каролины и Карола. И хотелось бы сказать желания по-польску. А не умеем. Поможешь ми? Йасне! Можешь powiedzieć. Сто лет. Взсткего найлепшего. Дужо здоровья и помышленности. Что? Не розумеем. Мусе то написать. Ну а то еще раз. Сто лет. Взсткего найлепшего. Дужо здоровья и помышленности. А ко то помышленности? Так се по-просто мујди, гды че ся жыцић суксесу. Счэща ве всјсткем. Аха. Помышленности и кој еще? Їж хва все. То крутка върсј. То еще раз. Сто лет. Взсткего найлепшего. Дужо здоровья и помышленности. Так. А умеш шпевать сто лет? Не. То пиосенка на уродзины? На уродзины, именины и инне окази. Научэціе. Швецнє. Дзянки. Супер. Но цуж. Зобачимы, ко мами написала, яке жыцэня. Сто лет. Взсткего найлепшего. Дужо здроѓе и помышленности. Жыць и мами. Сто лет. Всего наилучшего. Много здоровья и процветания. Желает мами. Йдемы до наступного чвечэня. Чвечэня два. Друге чвечэня. Второе упражнение. Здесь мы видим песню «Сто лет». Пиосенка сто лет. Эту песню мы слушали раньше, в наших первых уроках. Но это можно найти на ютубе, например, и послушать еще раз. А мы идем и далее. И перед нами третье упражнение. В этом упражнении нам нужно сопоставить желания с праздниками. Пожелания с праздниками. Вот мы видим под номером один, два, три, четыре, пять какие-то пожелания. И справа мы видим картиночки, подписанные праздники. Давайте сопоставим. Авенц весовых свёнт. Такие слова мы желаем на Божье народзене. Весовых свёнт жичимы на Божье народзене. То есть веселых праздников мы желаем на Рождество. Счастливого нового року жичимы в Новый Рок. Счастливого Нового Года мы желаем, собственно, в Новый Год. Далее. Весовых свёнт. Весового Аллелуя. То жичимы на Велькануц. Веселых праздников мы желаем. Велькануц это Пасха. На Пасху. Нумер 4. Вшисткего наилепшего на Новый Дродзе Жича. Всего наилучшего на Новом Пути Жизни. И такое пожелание мы говорим, когда кто-то, у кого-то свадьба. У данных вакации. Жичимы. Где кто-то выезжает на Урлоп. У данных вакации. Удачных каникул или удачного отпуска мы желаем, когда кто-то едет в этот отпуск или в эти каникулы. Выезд на Урлоп. Поездка в отпуск. В этом упражнении мы видим две карточки, два списка. С левой стороны у нас написаны даты, а с правой стороны у нас написаны праздники. И давайте совпоставим, какой праздник у нас, какого числа отмечается. А венц, первшего стычня, то Новый Рок. Первого января, Новый Год. Четырнадцатого лютого, то Валентинки. Четырнадцатого февраля у нас День Святого Валентина. Усмего марца, День Кобед. Восьмого марта, Женский День. Первого января, Первого апреля, Прима апрелис. У нас называется Первый апреля, День Шуток, День Дурака. Далее, Чечего мая. Чечего мая, то Швенто Конституции Чечего мая. Третьего мая отвечается День Конституции. Далее, Первшего червца, День Детска. Первого июня, День Детей, День Ребенка. Пятнадцатого серпня, то День в небо вженча, Найшведшей Марьи Панны. Это День Вознесения Божьей Матери. Окей, двудястего третчего вженча, то Первый день ещени. Двадцатретьего сентября, это Первый день осени. Штернастего поздзерника, то День Научучеля. Четырнадцатого октября, День Учителя. Первшего листопада, День Вшистких Швентых. День Всех Святых. Первого, ноября. Двудястего, чвартего, грудня, то Вигилия. Двадцать четвертого декабря, это Вигилия, Ночь перед Рождеством. Но цужь, услышим еще небавем в настэмпной чэнщи двудястой первшей лекции. До зубачэння, до услышэння.